Здравствуйте! Можно, Виктор Георгиевич? Можно, конечно. Проходите, пожалуйста. Спасибо большое. Меня зовут Анатолий, я журналист, телеканал «Культура». Очень приятно. Вот пришел делать репортаж о вашем открытии библиотеки. Конечно. Спасибо большое. Спасибо большое. Вы знаете, прежде всего, хотел бы от нашего телеканала сделать маленький подарок вашей библиотеке вот эту замечательную книгу Шопенгауэра «В подлиннике». Ну, за Шопенгауэра спасибо, конечно. Подлинник можете оставить себе. Спасибо большое. Обязательно подсчитаю на досуге. Вы знаете, мой отец когда-то хотел открыть библиотеку, но ему постоянно мешали. И в какой-то момент отец иссяк. Понимаю, понимаю. Отец иссяк. Вы, получается, Анатолий Иссякович, да, стало бы. Я Виктор Федорович. Будем знакомы с вами. Вы знаете, сразу первый вопрос. Да. А почему такое странное название? Библиотека от Ч. Федоровича? Почему странное? Есть же библиотека им Ленина. Что вам не нравится? Хорошо. Давайте начнем интервью. Давайте. Итак, первый вопрос. Скажите, пожалуйста, какие интересные книги есть у вас в коллекции? Знаете, много интересных книг. Я вот коллекционирую уникальные книги. Так. У меня в коллекции есть уникальная книга. Да. Армянская книга на украинском языке. Юридичный Радник Громадян. Что вы смотрите? Громадян – это ж армянская фамилия. Это уникальная книга. Вот она у меня есть. Угу. А, прекрасно. Ну, скажите, а где вы берете свои книги? Везде. Покупаю, где только могу. В магазинах, на барахолке. Вот вчера купил книжку на стихийном рынке. Да, прекрасно. И что в ней? Стихи. Я же сказал, купил на стихийном рынке. Вы меня вообще слушаете или нет? То есть вы увлекаетесь стихами? Конечно. Что вам нравится из Шевченко? У Шевченко мне нравится, когда хороший у него был прокурс доллара. Какой? Мне 13-й меняло, я по 12 поменял. Очень выгодно получилось тогда, да. Хорошо, я понимаю. Скажите, а вот вы Блока читали? Пробовал, не понравилось. А Фета пробовали? Фета пробовал. Вкусная штучка. Вы, наверное, кушать хотите, да? Нет, нет, нет. Скажите, а какие вы книги читали в детстве? Вы знаете, в детстве у меня была любимая книжка французского писателя Жюля... А, сейчас, Жюля... Как же его фамилия? Жюля... Верно. Да, имя я верно назвал, фамилию не могу вспомнить, господи. Как же... Да не важно. Вы знаете, вообще, я вам хочу сказать, у французов потрясающие писатели были. Да? Взять хотя бы Дюма, Сан Саныч, да? Да, да. Д'Артаньян и три штукатура. Потрясающе. Потрясающе. Мушкетера. Мушкетера. Мушкетера? Да. А, тогда надо забрать ее из строительной литературы. Положим сюда. Потрясающие книги. Вот я смотрю, у вас здесь есть, значит, братья Гримм, братья Стругацкие. Да, вот братья Конаны. Кто? Ну, Конан Дойль и Конан Варвар. Они у меня всегда рядом стоят. Да, да. Вы знаете, я смотрю, у вас еще есть золотой теленок. Да, кстати, знаете, с чем уникальна эта книга? Чем? Вот обычно все книги пишут люди. Да. А эту написали Эльф и Петров. Представляете? Вот эти с ушками такими. Эльфы написали, да. Да. Но вот вы знаете, я вот не вижу в вашей библиотеке 12 стульев. Знаете, мы просто только недавно въехали. Я сейчас позвоню, узнаю просто. Алло, Гриша. Сколько у нас стульев в библиотеке? Можешь еще три поехать докупить. Слышишь? Нет, нет, 12 стульев. Это книга. Книга 12 стульев. Это книга? Да. Гриша, извини, отмена. Книгу надо поехать купить. 12 стульев. Да, плюс те три. Да. Все верно. Вместе 15. Да, давай. Виктор Федорович, я смотрю, что у вас есть очень много шедевров мировой литературы. Абсолютно верно. Я собрал практически все шедевры здесь. Нет, нет, нет. Вы знаете, я здесь не вижу книги, унесенные ветром. Что, серьезно? Вот блин. Алло, Гриша, ты в библиотеке проветривал? А нахрена ты окно полностью открывал? Болван ты такой. Что, что, у нас книгу ветром унесло. Какую? Унесенный ветром. Это я уже понял. Книга как называется? Унесенный ветром двухтомник. Блин, две книги унесло, идиоты такой. Маргарет Митчелл. Ну, а и Маргарет Митчелл в придачу еще. Иди давай под окно ищи книги, или я тебя уволю к чертовой матери. Понял меня? Идиот такой. Виктор, спасибо большое. Скажите, а вот вы сами пробовали писать свои книги? Конечно, конечно, пробовал. Вы знаете, я сейчас, оглядываясь на события своей жизни, пишу книгу про Амаров. Про каких Амаров? Ну, это когда свою жизнь описываешь. Может, мемуаров? Может. А зачем же это да про Амаров писал? Ладно, не страшно будет потом, что почитать на досуге. Ну, хорошо, давайте попробуем разобраться, о чем эта книга. Вы меня такое спрашиваете, я откуда знаю? Ну, как, вы же ее писали. Да, я ее писал, но я же ее не читал. О, хорошо. Тогда такой вопрос. В чем фабула этой книги? Где была? Фабула. Хороший вопрос, вы знаете. Амар Хаян как-то сказал. Что сказал? Что? Ну, Амар Хаян сказал. Что сказал? Ну, вы сказали, Амар Хаян сказал. Мне? Вы сказали, что Амар Хаян что-то сказал. Так кто сказал, я или Амар Хаян? Я не знаю, кто-то из вас сказал. Так откуда мне знать, что сказал Хаян, если он это не мне сказал? Хорошо, но вы так и не ответили на мой вопрос. Какой? В чем фабула? Хороший вопрос, вы знаете. Архимед как-то воскликнул. Эврика. Амар Хаян Что и? Ну, вы сказали, Эврика. Это не я сказал, это воскликнул Архимед. А фабула? А фабула это, по-моему, воскликнул не он. Или нейрон. Короче, кто-то из них там воскликнул. Хорошо, если мы не можем разобраться в книгах, которые вы писали, давайте попробуем разобраться в книгах, которые вы читали. С удовольствием. Скажите, вы читали божественную комедию? Почему читал? Смотрел. В смысле? Тупой еще тупее. Божественная комедия. Божественная. Одна из лучших в своем жанре, я считаю. Хорошо. А вот, например, читали Льва Толстого, Анна Каренина. Вы знаете, я, честно говоря, не очень люблю читать сразу двух авторов одновременно. Потом начинаешь путаться в мыслях. Нет, не то. Нет, нет, вы не поняли. Я как раз понял. Лев Толстой, известный писатель. Анна Каренина, поэтесса. Я еще как-то ее фамилию перепутал один раз. Ахматова сказал. Нет, нет. Анна Каренина. Она бросилась под поезд. Из-за того, что я перепутал ее фамилию? Боже, какой кошмар, Господи. Мне с этим теперь всю жизнь жить, елки-палки. Виктор Викторович, подождите. Это вы подождите, секундочку. Алло, Гриша, ты сейчас где? Под окном книги ищешь, потом найдешь, Гриша. Слушай меня внимательно. Сейчас же, сейчас же. Узнай, где живут родственники Анны Карениной. Отвези им от меня цветы. И передай мои соболезнования, понял? Все, давай я перезвоню. Вы меня сейчас просто ошарашили, честно говоря, Господи. Вы знаете, у вас так много книг. А вы не думали об открытии электронной библиотеки? Что вы подразумеваете под словом электронная? Ну, в смысле, когда все книги собираются и хранятся где-то на сервере. Подождите, так чтобы их подсчитать, надо туда экспедицию отправлять или что? Я не понимаю. Почему экспедицию? Вы знаете, что такое сервер? Ну, конечно. Сервер, юг, запах и восторг. Часть илена. Света. Да, Света, Света, конечно. Знаете, у меня мало времени осталось. Я поэтому в качестве Алаверды тоже хочу вам сделать небольшой подарочек. Потрясающая книга. Чешская литература, 9 класс. Спасибо. Я в восторге. Карл Чапек, Ярослав Гашек, Иржи Брдечка, Франтишек Петчка, Жденек Горубин, Франя Шрамек. Это ж... Это ж... Как надо не любить своих детей, чтобы их так назвать? Подсчитайте обязательно. Хороший. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Виктор Федорович, еще буквально два вопроса коротеньких. Скажите, пожалуйста, есть ли в вашей коллекции нос Гоголя, собачье сердце? Странный вопрос, честно говоря. У меня тут как бы библиотека, а не анатомический музей, вы понимаете? Хотя подождите, где-то была бров Брежнева. Сейчас я в рамки за стеклом достану. Не надо? Последний вопрос, немножечко тривиальный, но тем не менее. Скажите, храните ли вы деньги в книгах? Нет, конечно. Я храню деньги в долларах. Книги нестабильная валюта, знаете ли. Прежде чем куда-то вкладывать деньги, нужно изучить рынок, конвестиции, понимаете? Поэтому я изучил все хорошенько, проконсультировался с экономистом знакомым. И все деньги, все сбережения свои я вложил в Бетховен. Во что? Бетховен. Скупил все пластинки, бобины, диски, кассеты, ноты, магнитики на холодильник. Он сейчас по 9 тысяч долларов в мире. Я по 300 гривен взял. Очень выгодно. И вот, кстати, вам презент один Бетховен, пожалуйста. Пожалуйста. Да. Может, биткоин? Может. А что такое Бетховен? Ну, это композитор. Он был глухой? Да, походу, глухой был не только он. Сейчас, секундочку. Алло, Гриша, ты где сейчас? Дома у Карениных? Что? Она жива? Гриша, смотри, она жива, а тебе кранты. Ты во что мне, болван такой, сказал деньги вложить, а? Сколько ты этих Бетховен купил, а? Когда покупал? 13 дней назад? Слушай меня внимательно. У тебя остался ровно один день собрать весь этот хлам и вернуть его обратно по магазинам. Ты понял меня? Все, я иду проверять, Гриша. Виктор Федорович, подождите, а вот как же нам... Извините, не до вас. Гриша, я тебе сделаю, идиот такой! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!